Фильм, который вы сейчас увидите о Гагаре. Его биография, казалось бы, изучена вдоль и поперёк, а между тем мы почти ничего о нём не знаем. Его короткая жизнь полна секретов и неожиданных откровений. Даже тайна его гибели не разгадана. А обломки его самолёта до сих пор хранятся в глухозапаянных контейнерах в ожидании будущих экспертиз. В то утро 27 марта 1968 года с аэродрома Чкаловский в 10 часов 19 минут взлетел самолёт с парка УТИ-МИГ-15. Пробив нижний слой облачности на высоте 900 метров лётчики Юрий Гагарин и Владимир Серёгин начали выполнять полётное задание. Задание выполнено в нескольких. Задание 625-й. Уходим. Выполняем. Отработав задание, пилоты пошли на снижение. Но в следующий момент в облаках что-то произошло, и самолёт начал стремительно падать. Через 50 секунд МИГ ударился о землю. На этих материалах вот уже более 40 лет стоит гриф «Секретно». Возможно, здесь хранится тайна катастрофы самолёта Гагарина и Серёгина. Столько было всяких версий, разговоров, что решение такое приняли. Материалы эти держать, секретные части никому не показывать. Поэтому, в общем-то, достаточно такой эксклюзив, который он показывает. В наглухо закрытых железных бочках в бункере секретного 13-го НИИ Министерства обороны хранятся останки самолёта. Скорее, улики, которые помогут установить истину. К тому же ещё живы те, кто знает, как это было. Знает и может говорить. Кроме того, в нашем распоряжении уникальные и новейшие достижения науки, которые делают разгадку этой тайны вполне реальной. 27 марта 1968 года. Холодно. Низкие и тяжёлые облака прижимаются к Земле. Такие дни, как говорят, настроение на нуле. Сегодня всё как обычно. Работа с космонавтами в учебном центре. Но сначала полёты. Полёты, которых он так долго ждал. Гагарину предстоит подняться в воздух трижды. Один раз с командиром полка Серёгиным и дважды самостоятельно. Вот только метеорологи пока не торопятся. От их прогноза будет зависеть, летать сегодня или нет. В 8 утра Гагарин уже подъезжал к КПП военного аэродрома Чкаловский. И уже у ворот понял, что впервые в жизни забыл дома пропуск. Придётся возвращаться. А это дурная примета. Его могли пропустить и без пропуска. Он был воинский начальник. И служба аэродромная Чкаловская, она должна была знать его в лицо. Она и знала. И никто бы никогда его не задержал. Но будучи человеком дисциплинированным, даже глубоко внутри, он понимал, что не надо нарушать, не надо создавать прецедент. И он вернулся домой и взял свой пропуск, положил на грудный карман. Предполётная рутина. Медкомиссия, полётное задание. Всё проходит как обычно. Вылет запланирован на 10 утра. Предстоит выполнить обязательную пилотажную программу. Виражи, пикирование, бочки. Ничего из ряда вон выходящего. Гагарин должен был лететь самостоятельно. И он вообще был, по-моему, дополнительный полёт. Его не собирали сделать. Это, насколько я знаю, в последний момент, когда должен был Гагарин лететь самостоятельно, генерал Кузнецов сказал Серёгину, давай его ещё раз проверь. 10.19. Борт 625-й. Экипаж Гагарина Серёгина разрешение на взлёт получил. Накануне Серёгин сам летал в сторону Киржача по плохой погоде и еле дотянул до запасного аэродрома. Понимая, что проблемы могут повториться, он берёт на борт два дополнительных топливных бака. А это ещё полтонны горючего. Серёгин, главный испытатель МИГ-15, знает почти все их плюсы и минусы. Почти все. Он знает маневренность этих машин при дополнительном весе резко падает, но выбирает из двух рисков, как ему кажется, меньший. МИГ взлетает и резко набирает высоту. Эти широко известные кадры были сняты не в день запуска Юрия Гагарина в космос, а уже по возвращении для истории. Гагарин точь в точь повторил всё, то, что делал при реальном запуске. А тогда, ранним утром 12 апреля 1961 года, о старте космического корабля знали только те, кто готовил орбитальный полёт и руководство страны. Конечно, было секретно, потому что никто не хотел рисковать. И вообще тогда все считалось секретным. Объявляли всё задним числом. 287-тонная ракета-носитель «Восток» была установлена в громадной шахте на стартовой площадке. Специальный лифт доставил Гагарина на 39-метровую высоту к космическому кораблю. Никто не знал в эти минуты, что полёт может не состояться. Или, хуже того, Гагарин уйдёт в космос, чтобы никогда не вернуться. Только недавно из рассекреченных документов стало известно, что за час до запуска корабля «Восток» техники обнаружили неисправность в одном из люков. Неисправность устранили буквально перед самым стартом. Ну, конечно, торопились, это ясно, чтобы опередить американцев. Поэтому они даже не знали этого. Поэтому, когда это же удар был, большой попризер, престижа американцев. В эти минуты особенно нервничал Сергей Павлович Королёв, главный конструктор «Востока». Ему, как никому другому, были понятны последствия ошибки или дефекта конструкции корабля. Разгерметизация грозила космонавту мучительной смертью в случае аварийной посадки. Малейшая неточность в расчётах и сбой систем управления представлялись ещё более страшными. «Восток» мог выйти за расчётную траекторию и навсегда стать искусственным спутником Земли. И тогда первый космонавт был бы обречён на медленную смерть. Ведь до стыковок спасательных модулей ещё были долгие годы поиска. Знали, что вероятность была всего 60%, что он вернётся на Землю. И потом не знали, как подействовать невесомость сама на человека. Но из хода запуска первого человека в космос с нетерпением ждал ещё один человек. Никита Сергеевич Хрущёв находился в государственной резиденции в Питсунде и готовился к докладу. Скоро должен был состояться очередной съезд партии. Но работа не шла. Хрущёв нервничал и то и дело поглядывал на телефон. Никита Сергеевич, так сказать, ходил вокруг телефона, потом позвонил Королёв, запустили. Он говорит, а как? Ну, а Королёв говорит, что как? На орбите? Ждите. Через полтора часа позвоню. Королёв знал, чем рискует. В эти минуты ему приходилось решать уравнение со многими неизвестными. И главное, как поведёт себя человек в космосе? Не сойдёт ли он с ума от страха и понимания своей беспомощности? Мало кто помнит, что на случай ЧП под рукой у Гагарина был конверт с листком бумаги. На нём цифры 25. Это был шифр на включение системы ручного управления кораблём «Восток». Пока полёт проходил в автоматическом режиме, и Юрий Гагарин не трогал рычаги. Он был наблюдателем и только. Однако в случае отказа автоматики он должен был взять управление на себя. В этом случае секретный конверт был страховкой от безумия. Королёв позвонил и сказал, спускается. То вот как рассказывал, Никита Сергеевич ему кричал телефон, скажите одно, он живой? А он говорит, откуда знаем, живой, не живой? Спускается, парашют открылся, стрелился. В эти минуты на центральном командном пункте напряжение достигло высшей точки. Связи с Гагарином не было. Жив он или нет, непонятно. Куда упадёт спускаемая капсула, тоже. А в это время в Москве, в здании ТАСС, уже готовились к экстренному выпуску новостей. Готовы и согласованы три варианта текста молнии. Первый – торжественный, объявляющий о победе отечественной космонавтики. Второй – дружественным странам с просьбой помочь в поиске космонавта в случае его приземления за пределами СССР. И, наконец, третий вариант – о трагической гибели Гагарина. И вдруг меня неожиданно позвали Кустинову, и мне задали вопрос. Он задал вопрос. Говорит, ты из отряда космонавтов? Ну, по-моему, мы даже он обратился. Вы из отряда космонавтов? Я говорю, да. Так вот, как правильно? Юрий Алексеевич или Юрий Александрович? Ну, вы понимаете, мне этот вопрос был тяжёлый. Почему? Мы же обращались друг к другу не по отчеству, а только Юра, Герман, Паша и всё. Через 108 минут после одного витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля «Восток», пройдя плотные слои атмосферы, совершил посадку в Саратовской области неподалёку от города Энгельс. Отклонение от расчётного места посадки составило около 600 километров. В этот момент отчество Гагарина так и не было известно. Пришлось из Болшева, вот теперь город Королёв, дозвониться до Москвы. С Москвы дозвонились до Центра управления ЦПК, до Центра подготовки космонавтов. Подняли его личное дело, передали обратно, что он всё-таки Алексеевич. И уже в эфир Левитана объявил, что майор Юрий Алексеевич Гагарин. Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! В семье Гагариных об этом полёте узнали, как и вся страна, из радиоприёмника. Гагарин не точно назвал даты и времени старта, но его жена, конечно, догадывалась, какую миссию предстоит выполнить её супругу. Тамара Филатова, племянница Юрия Гагарина. Первая реакция – это чувство страха. Чувство страха за очень дорогого любимого человека. Первоначально никто не планировал грандиозной встречи Гагарина в Москве. Задание выполнено. Всё прошло, в общем-то, штатно. Всё решил в последний момент Никита Хрущев. Он был готов носить на руках первого покорителя космоса. Американцев он всё же опередил. Во-первых, он позвонил Малиновскому и говорит, надо отметить ему награду. Мы наградим, и надо его, так сказать, в звании повысить. Тот говорит, ну вот он кто, старший лейтенант, капитана найдём. Он говорит, ну, да не будь ты таким жадным. Он говорит, ну ладно, майора. В этот же день Гагарин надел майорские погоны. Когда самолёт прилетел в аэропорт Внуково, Гагарина встречало чуть ли не всё руководство СССР – журналисты и операторы. Перед нами хорошо известные кадры, на которых Гагарин бодрой походкой спешит по красной дорожке на доклад первому лицу государства. Комментаторы, подчеркивая волнительность ситуации, обычно указывают на развязавшийся шнурок, на который Гагарин не обращает никакого внимания. Ради исторической справедливости внесём одну поправку. Я помню, что это был не шнурок, да я думаю, что шнурок бы никто и не заметил. А в то время же не было носков с резинкой. Опять же, мы живём в другом время. И тогда у военных им по уставу офицеру полагалась подвязка, такая же, как вот орден подвязки. И она застёгивалась на такую железку, и вот она развязалась, и она его сильно хлопала по ноге. Ну, вот другие говорят, шнурок. Ну, здесь, как говорится, у меня одна версия, у них другая версия. Но я считаю, что это была подвязка. Дальше была поездка в открытой машине. Гагарин стоял во весь рост и всех приветствовал. И это обстоятельство, быть может, станет для Гагарина самым тяжёлым испытанием. На заднем сидении еле угадывался первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв. И вот он придумал всю эту, так сказать, встречу, там, красный ковёр, самолёт с сопряжением истребителей, доклад, проезд по улицам Москвы. Он, как он говорил, без меня. Гагарину сказал, вы вот свали будете в машине, а я поеду следом. Но Гагарин его за руку втянул. Ну, конечно, ему тоже хотелось там быть, поэтому немножко играл. Ну, Гагарин, ну, подыграл, иначе, может, он и поехал бы отдельно. 27 марта 1968 года. Четыре минуты назад экипаж Гагарина и Серёгина должен был завершить разворот на привод, приводной маяк аэродрома, и сообщить о начале снижения. Следует запрос руководителя полётов. 625-й молчит. Всем бортам, находящимся в этом районе, приказано выйти на связь с 625-м. Опять неудача. Когда стало ясно, что у экипажа кончилось горючее, всех охватила тревога. По команде срочно подняли в воздух вертолёты. Минуты тянутся, как часы. Спустя полчаса один из вертолётчиков сообщает. Южнее посёлка Новосёлого горит лес. Чётко видна большая воронка, дым и пожар. Ему приказывают садиться и осмотреть место происшествия. Наконец заговорила рация. Все услышали то, чего боялись больше всего. Нашли следы Серёги Владимира Сергеевича. Куртка его. Он был одет в демисезонную куртку. Следов Юрия Гагарина не нашли. Нашли только его планшет и портмонет. В котором был портрет Сергея Павловича Павлова. Водительское удостоверение. Он был пробит осколком, портмонет. Но следов Юрия не нашли. У нас было основание верить, что, наверное, Юра катапультировался. Два батальона солдат двое суток прочесывали местность. Собирали абсолютно всё, что попадалось под ноги. От стекляшек до фантиков. Несколько раз просеивали почву через сито. Точку в поисках поставил Алексей Леонов. В субботу, накануне, мы с Юрием были в гостинице «Юность» в Лужниках. Юра туда ездил подстригаться. И я обратил внимание, что на шее у него родинка. Бархатная, тёмно-коричневая, миллиметров пять. Ну и когда показали вот это всё, что собрали, вымалированное ведро, зелёное, со светло-голубым внутренним покрытием эмали. И когда я увидел родинку, то сказал, всё, уже больше не ищите. Это Юрий. Евгений Дербенков, друг детства. Он помнит Юру Гагарина с малых лет. Они одногодки. Ни тот, ни другой паиньками никогда не были. Чем изрядно испытывали нервы родителей. В яблоки залезем к соседям, а тетя Нюша кричит. Ей там соседка Анна Тимофеевна, Юрка, он с Женькой залезли в сад, в городе суки поломали у яблони. А яблоки такие же у нас есть в садах. Ну, это неинтересно, в чужом слаще. Ну вот. Мать берёт ремень хороший, штаны спускает, и порку такую дать, что порку, потом только почёсываешь, ходишь, задницу. Вот такая вот, такое дело. Осенью 1941 года Юра Гагарин вместе с Женей пошли в первый класс. Но проучиться им удалось всего несколько дней. Детство закончилось, когда село оккупировали гитлеровцы. Подбежали уже, глядим, как они на мотоциклах, с пулемётами у них, у люльков. В общем, глядим на них, нам интересно. Они всё в бляшках блестят, все у них погоны, всё начищено, всё намалёвано. Ура, картузы такие, что как-то... А нам, вы же не видели в деревне ничего? Дети. А нам бегают, сейчас магазин нам сломали, они быстренько вносит конфет нам, немцы конфет на эти коробки раздают. О, мы рады, немцы нас угощают. А нам что, дети, мы немцы, что, откуда мы? Немцы, немцы, что? Но вскоре радость прошла. Гагаринах выгнали из дома, и за огородом они вырыли землянку. Жили они в ней год и девять месяцев. Вся семья, шесть человек, четверо детей и двое взрослых. Небольшая печка топилась по-чёрному. Старались, чтобы дыма из трубы не было видно. Коптюшка горит. Дыму найдёшь, коптилки эти задыхаются, выбежут чуть-чуть, подышат сверху воздуху на улицу. А я опять туда, как кроты, в землянку. Там сцены, лягушки по полу-земле прыгают, а лежишь, не обращаешь внимания, как будто-то гранат. Однажды во время боёв над деревней Клушино был сбит советский самолёт. Лётчик катапультировался, а истребитель упал возле дома Гагаринах. Мальчишки целыми днями пропадали в разбитом самолёте, играли в войну. Мы бежим, пойдём ещё, там вот что-нибудь будем, надо нам поглядеть, как это сделано, всё это сделано, ну давай, пойдём опять начинаем. Пока добили моего полностью, этот самолёт. Только через два года Клушино освободили советские войска. Но настали тяжёлые и голодные времена. Каждый выживал как мог. Мальчишки тоже старались помочь своим родителям. Здесь склады немецкие остались. Там с боеприпасами миномётные мины, против танковые, против пехотные мины, снаряды. Мы с зубилом, с молотком, у нас зубил, у него был зубил, мы садимся на снаряд, снаряд почти с нас ростом, боеголовку отворачиваем, как сейчас вспоминаю я это, как это так всё происходило. Мы знали, как надо её куда крутить, зубилом открутить, боеголовку выкинуть, потом разряжаем гильзы, а цветной металл с собой в мешок и в магазин, чтобы до Клушина занести в магазин, сдать. Купить какую-нибудь хлебовую хранку, или конфеточек. В общем, нежество, ни у кого денег, ни у кого же не матерение, мы были нищие, настоящие, бедные народы. В конце 45-го года семья переезжает в Гджатск, теперь это город Гагарин. Там Юрий заканчивает 6 классов и уезжает в подмосковные Люберцы. Он поступает одновременно в ремесленное училище и школу рабочей молодёжи. А в 1951 году Гагарин продолжает учёбу уже в Саратовском индустриальном техникуме. Его одногруппником по техникуму, а затем и другом на всю жизнь стал Виктор Порохня. Вместе они сидели за одной партой и жили в одной комнате общежития. Вместе ходили драться с местными. Были, извините меня, драчки с местными ребятами, которые очень к нам наосторожно относились. Представьте себе, техникум где-то порядка тысяч человек, да? И все мужики выходят по этим день туда-то по форме ещё, да ещё с ремнём. Помните армейский ремень, да? Вот такие у нас были ремни. Конечно, всё было. Драчки, в том числе и Гагарин участвовал по этим. Ну, как обычно, как все. Вместе с Витей Порохнёй на четвёртом курсе техникума Гагарин поступил в Саратовский аэроклуб. В 1955 году в год окончания техникума Юрий Гагарин совершил свой первый самостоятельный полёт на самолёте Як-18. Первый вылет был буквально через 4-5 дней после окончания техникума. Этот вылет был у него 3 июля Т-955 года. Это был первый вылет. А вот осенью Гагарина чуть не выгнали из клуба. За одну неделю он совершил подряд три грубых ошибки. Последняя была особенно неприятна. Откровенно плохая посадка, боковой удар. Стал вопрос об отчислении. Гагарину дали ещё один контрольный полёт. И у него всё получилось. Он пошёл в военкомат, ему сделали призыв в армию, дали возможность закончить аэроклуб. И именно этот момент сыграл положительную роль, что он полностью отдался авиации. Его направили в 1-е Чкаловское военное училище лётчиков. Вот так несколько прикосновений к авиации было, которое, если бы он эти препятствия не перешагнул, то, я повторюсь, мы бы сегодня вели речь о 50-летии полёта другого человека. После окончания авиационного училища Гагарин по собственному выбору был отправлен в Заполярье, в одну из авиационных частей Северного флота. Возможно, он так и остался бы в Заполярье, но среди молодых лётчиков-истребителей в лётных частях в режиме полной секретности начали отбирать кандидатов для первой группы космонавтов. Среди отобранных был и Виктор Горбатко. Всё дело в том, что беседы вели с командованием, с врачами, вот, и, кроме того, я подходил под тем ограничениям, которые были. Тогда был вес не больше 70 килограмм, рост не больше 172 сантиметра. Вот. Ну и с положительной рекомендацией, конечно, командование, политотдела и медицины. До чех пор остаётся неясным, как Гагарину удалось попасть в сверхсекретное подразделение. Дело в том, что в Советском Союзе каждому хоть раз в жизни приходилось заполнять анкету, где был вопрос, находились ли его родственники на оккупированной территории во время войны. Гагарин с семьёй, как известно, прожил в оккупации почти два года. Это была почти чёрная метка. Но было ещё одно компрометирующее обстоятельство, о котором знали только самые близкие. Юрий Гагарин крестил свою племянницу Тамару Филатову. Церковные обряды тоже не приветствовались, но и это ещё не всё. В те дни, когда было принято решение об отборе Гагарина в отряд космонавтов, у него родилась дочь Елена. По словам Филатовой, девочка много болела, и родители её покрестили. Кто об этом знал? Об этом же крестили это здесь, в Джатске. Поэтому, я думаю, вряд ли кто знал о том, что эти дети крещённые. Конечно, член партии, я думаю, что за это не очень бы похвалили. Как бы то ни было, 18 декабря 1959 года Гагарина вызывают в Москву в Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь для медицинского обследования. Первым Гагарин увидел своего будущего сослуживца Виктора Горбатка. Испытания были очень жесткие, даже жестокие, если можно сказать. На всё, что была способна медицина, они это делали. В том числе, нас вращали и на 6-ти кратной перегрузке, 8-ти кратной, 10-ти и 12-ти кратной. И, то есть, увеличивали вес до 12 раз. Причём, вращали на центрифуге, она была трофейная из Германии и открытая. И вот, когда 12 крат на перегрузке были, то впечатление иногда оказалось, или задохнёшься, а ещё она потрескала, или оборвётся. В начале 1960 года старшего лейтенанта Юрия Гагарина и ещё 19 молодых лётчиков-истребителей признают годными для космических полётов. Весной все они приступили к интенсивным тренировкам. Когда стали ясны сроки орбитального космического полёта, из 20 лётчиков оставили 6. Гагарина, Титова, Нелюбова, Николаева, Быковского и Поповича. Я ещё тогда сказал, что вот есть кандидат номер один. Это было уже в октябре 60-го года. Правда, совсем незадолго до старта, практически накануне, учёные обнаружили, что вес Гагарина со скафандром и сидением на 13 килограммов больше допустимого максимума. Тогда стали думать о том, чтобы Гагарина оставить и отправить в полёт дублёра Германа Титова. Между прочим, соревнования в какой-то степени было между ним и Титовом по весу. Где-то у Титова на 3 килограмма было меньше, чем у Гагарина. Вот. И... А тогда первый раз, что эти 3 килограмма могут сыграть главную роль. До старта оставалось всего несколько дней, чтобы окончательно решить этот вопрос. В течение одной ночи были разработаны и проведены работы по облегчению космического корабля. Пытаясь снизить вес, инженеры убирают часть внутренней аппаратуры Востока, что впоследствии приведет к ряду нештатных ситуаций во время полета. Незадолго до полета Юрий Гагарин на случай гибели пишет своей жене прощальное письмо. И, несмотря на строгий запрет, все же рассказывает ей о предстоящем полете. Она спросила Юра, когда, когда он улетал. Он ей сказал, скорее всего, 14-го. То есть, чтобы жена заранее не волновалась. Полет позади. Популярности Гагарина мог бы позавидовать самый публичный человек планеты. У космонавта невероятное количество встреч, визитов, дипломатических приемов и командировок. Перед глазами мелькают лица президентов, премьеров и простых людей. Лица белые, черные, желтые. Жизнь летит с космической скоростью. Гагарин почти небожитель. Я помню, когда мы как раз в Париже были на авиационном салоне, а там стоял наш Ту-104 самолет, а внутри самолета был как бы такой штаб, где мы отдыхали. Вот мы там сидели за столиком, коньяк пили вот с ним. А тут как раз толпа к самолету подошла и просит Гагарина выйти. Вот он вышел, поговорил с ним, и все. Потом вернулся и говорит, вы знаете, как мне надоело выходить. Гагарин редко открывался перед посторонними и всегда тяготился ролью свадебного генерала. Нескончаемые мероприятия отвлекают его от главного, от возможности летать. Если бы ему не дали бы тренироваться, не дали бы летать, ну, сделал бы несчастным человек. Каким-то невероятным образом Гагарин умудряется сочетать общественную деятельность с учебой в Академии Жуковского, где, кстати, он выбрал на то время секретную и перспективную тему дипломной работы. Способы посадки летательного аппарата многоразового использования. Гагарин мечтает летать на буранах, поэтому для него летное мастерство не пустые слова, а, возможно, его единственная страсть и его самая большая мечта. Он стал у нас сначала командиром отряда, а затем уже замначалька центра по летной космической подготовке. И потом мы даже с ним готовились, когда готовился первый выход человека, переход из корабля в корабль. Он же был дублером у Комарового. Юрий Гагарин мечтал о втором полете более трудном и продолжительном. Однако рисковать первым космонавтам опасались на самом верху. Он мог полететь в 1967 году на корабле «Союз-1», но в космос ушел Комаров. Этот полет стал для него роковым. Потеря для отряда космонавтов из страны невосполнимая. Он заживо сгорел при спуске с орбиты. 27 марта 1968 года. Сразу же после катастрофы Гагарина и Серегина создается правительственная комиссия по расследованию. В нее входят представители ЦК КПСС Министерства обороны КГБ, ученые из летных и медицинских институтов. Курирует работу комиссии секретарь ЦК партии Дмитрий Устинов, будущий министр обороны. К тому времени уже собраны обломки и детали МИГ-15. 95% сухого веса самолета собраны и тщательно изучены. За 4 месяца накопилось 29 томов документов. Кажется, ничто не должно ускользнуть от внимания поисковиков. Но расследование заходит в тупик. Из полутора десятков версий ни одной уверенно объяснявшей случившееся. Хотя официальная формулировка у комиссии все же была. Правда и сегодня для многих экспертов она звучит неубедительно. Авария произошла из-за резкого маневра для предотвращения входа в первый слой облачности или отворота от шара зонда в усложненных метеоусловиях. Я предположил, что столкновение с воздушным шаром метеорологическим зондом. Тогда в авиации запускают эти зонды для получения параметров атмосферы по высоте. Ну и я выделил предположение, что они столкнулись и при этом как-то воздействие на летчика было и на самолет, что он сорвался в штопор. Ну и за удар. Конечно, летчики могли катапультироваться и спастись. Никто бы их в этом не упрекнул. Позже экспертиза покажет к рычагам катапульты летчики даже не прикоснулись. Неужели они были без сознания? Игорь Кузнецов входил в состав правительственной комиссии по расследованию обстоятельств этой трагедии. Занимаясь обработкой версий о технической неисправности самолета, он обратил внимание на одну особенность. В самолете МиГ-15 мог остаться полуоткрытым один из вентиляционных кранов. И вот это обнаружить можно было только на высоте. Они обнаружили выполнив только восьмерку. Первое упражнение выполнили и обнаружили. И поэтому естественно они дальше выполняют как требовала инструкция. А испытатели учат действовать строго по инструкции. Была инструкция если кабина разгерметизирована нужно цитирую инструкцию прекратить выполнение задания экстренно снизить высоту полета до 2000 метров и возвращаться на разром. По мнению Кузнецова летчики резко начали снижаться до рекомендованного инструкции уровня в 2000 метров. Скорость вертикального снижения у них достигла невероятной величины 145 метров в секунду. В этом случае в разгерметизированной кабине давление росло лавинообразно. Такой быстрый перепад давления по мнению Кузнецова мог вызвать самосознание или по крайней мере предобморочное состояние. Так вот оказалось, что если пилот оказался в предобморочном состоянии, то самосознание у него возвращается через 5-15 секунд. Самосознание. Способность оценивать обстановку и понять что с ним происходит наступает через 15-25 секунд. А способность целенаправленно управлять самолетом двигательной активности возникает только через 30-120 секунд. Между тем техническая экспертиза заявила однозначно экипаж МИГа боролся до конца. После удара о землю фюзеляж самолета находился на поверхности а не зарылся в глубину как бывает при неконтролируемом падении. Анализировали когда остатки мышц то как раз Серегин пилотировал вот при выводе из штопора напряжение мышц было у Серегина то есть он пилотировал как инструктор он взял на себя поэтому это насчет потери сознания абсолютная чушь. В ходе разбирательства обнаружились недостатки в подготовке и обеспечении полетов аэродрома Чкаловский задержки вылетов ошибки радиолокаторного сопровождения уже после потери связи с бортом 625 на командном пункте еще 11 минут вели какой-то самолет какой? Его перестали везти то его вели все время штурмовское сопровождение было по карте а когда он доложил о том что задание закончил взял курс 320 приступил к снижению его перестали везти занялись другими вот как вот в жизни бывает как раз перестали везти и узнали о том что что-то произошло когда уже поняли что керосин должен был уже кончиться в небе над киржачом были посторонние машины много машин о некоторых было известно сразу это уже позже очевидцы скажут что в зоне полетов творилось что-то невероятное как оказалось недалеко от 625 летали не только свои но и чужие это одно из самых запутанных и загадочных обстоятельств в то же самое время когда Гагарин выполнял свой последний в жизни полет всего в десятки километров еще одна группа центра подготовки космонавтов отрабатывала парашютные прыжки космонавты готовились к лунной программе среди них был Алексей Леонов В это же время в Киржаче на базе на аэродроме Киржач были парашютные прыжки руководителем парашютных сборов или начальника сборов был я Мы услышали два взрыва это звучало так первый взрыв Затем взрыв полностью соответствующий звуковому эффекту перехода самолета на сверхзвук Между ними расстояние по времени было полторы-две секунды То есть два события произошли практически в одно и то же время Слова Леонова подтвердили и жители Новоселова Они не только слышали взрыв но и видели самолет только летел он вверх а не вниз Тогда троим очевидцам представили для опознания модели десяти истребителей в том числе и секретных Ясно было по документам что там летал самолет Су-15 Все три показали на Су-15 но он должен летать выше 10 километров Значит этот летчик нарушил задание и ушел ниже облаков Он и не видел их но прошел на сверхзвуки почти что на сверхзвуки Значит 50 секунд его отделяло режим полета на сверхзвуки этого самолета Возмущенной волной он перевернул самолет Юрия Гагарина и тот я говорил о баках помните о баках с которыми запрещается выполнять штопор Он попал в плоский штопор Вот как это могло выглядеть Борт 625 в своем эшелоне на высоте 4000 метров В непосредственной близости оказывается сверхзвуковой Су-15 По инструкции такие самолеты должны лететь не ниже 10 тысяч метров На форсаже он опрокидывает 625 и уходит на сверхзвук Спустя 20 лет после трагедии Алексей Леонов и сотрудники летного НИИ под руководством академика Белоцерковского провели собственное расследование Для некоторых уточнений группе разрешили поднять все архивные документы Эти чертежи результат инженерной реконструкции катастрофы с помощью ЭВМ и аэродинамической трубы Особенности движения самолета заложили в компьютер Угол падения 70 градусов Тангаж 150 Курс падения 120 Правый крен 35 градусов Скорость падения на выводе 720 километров в час И вновь данные экспертизы говорят о том что все системы самолета до удара о землю работали штатно Оставался только лишь один одна возможность значит попасть попасть в плоский штопор и вот через 50 секунд упасть в этом месте практически значит под местом доклада Расследование плавно переходило в плоскость экипаж среда то есть виноваты либо пилоты либо какие-то природные аномалии а статистика говорила о выпиющих фактах слишком быстро тогда рвались в небо новые машины сменяли еще более современные ежегодно тогда разбивалось более сотни самолетов и вертолетов О том что была нарушена безопасность полетов или могла подвести техника в выводах комиссии говорилось но как-то вскользь одна из версий она остается версией потому что так мы в принципе на причину не вышли гибели экипажа связано именно с тем что была потеря пространственной ориентировки в облаках это вполне серьезная версия потому что действительно были сложные метеорологические условия согласно официальным выводам комиссии по расследованию авиакатастрофы УТИ МИД-15 оказался в штопоре эту версию подтверждают и расчеты маневра которые могли совершить Гагарин и Серегин на последнем этапе полета установлено что всего за 50 секунд самолет потерял около 4000 метров высоты однако непонятно почему летчики не катапультировались как требовала инструкция ведь этот самолет вывести из штопора в облаках было невозможно тем более с подвесными баками почему они не прыгнули это понятно потому что прыгать первым МИГ-15 должен инструктор Серегин потому что он ценнее а тут оказался Гагарин ценнее Серегин не прыгнул значит Гагарин не мог прыгнуть потому что на него было заблокировано вот и все впрочем опровергнуть так называемую штопорную версию безданных бортовых самописцев трудно а черные ящики на УТИ-МИГ-15 не устанавливали между тем проигрывая ситуацию оценивая все возможные варианты уже тогда многие летчики АСы грешили на авиагоризонт вот я сейчас вам продемонстрирую на фотографии прибор АГИ авиационный горизонт который был установлен на самолете УТИ-МИГ-15 о котором уже шла речь вот этот прибор вот силуэтик самолета и вот это гироскоп на нем нанесена шкала видите с градацией через 20 градусов спуска или набора там так и написано спуск или набор АВИАГОРИЗОНТ это основной пилотажный прибор в кабине самолета с помощью которого летчик ведет пространственную ориентировку и управляет самолетом при полете в облаках недостаток индикации АГИ-1 в том что на экране вверху прибора обозначена земля а внизу небо то есть все наоборот там было сделано так внизу голубой фон и написано снижение вверху коричневый фон и написано набор то есть летчики перейдя в голубой фон думали что они нормально снижаются в те секунды пока МИГ крутился в облаках Гагарин и Серегин просто не могли понять в какую сторону двигать рулями управления чтобы вывести самолет в горизонтальный полет в развороте со снижением потеряв ориентировку они вывели самолет уже в противоположную от аэродрома в сторону и ударились они о землю с курсом практически противоположным полету на аэродром это все говорит именно о том что в полете прибор авиагоризонта АГИ-1 не позволил летчикам вести и сохранять правильную пространственную ориентировку но как только самолет выскочил под облака летчики увидели землю мгновенно сориентировались и всего за 2 секунды вывели самолет из крена Гагарин и Серегин рванули штурвалы на себя чтобы перевести машину в режим набора высоты перегрузка возросла до 12 единиц вес 4-тонного самолета увеличился до 50 тонн крылья просто не смогли вытянуть такой вес самолет на просадке ударился о землю задней и нижней частью киля срезав два дерева при падении судя по разлету осколков после столкнения самолета с землей судя по срезу верхушек деревьев при падении самолета то можно предположить что при полете в облаках была потеряна пространственная ориентировка летчики это схема разброса осколков у Ти-МИД-15 в результате расчетов падения было определено самолет ударился о землю при скорости около 700 километров в час все системы до столкновения с землей были исправны двигатель работал на максимальном режиме хвостовая часть с двигателем ушла в землю а носовая часть улетела вперед на удаление до 600 а некоторые осколки до 800 метров это значит истребитель почти готов был взмыть вверх Гагарину и Серегину просто не хватило запаса высоты каких-то пары сотен метров когда они это поняли было уже поздно с момента выхода из облаков до удара о землю было всего 6 секунд 6,5 секунд они падали от выхода из облаков до удара о землю и вот за эти 6,5 секунд они сумели переломить самолет сумели практически в какой-то степени даже поднять нос самолета над линией горизонта но за счет перегрузки самолет так называемая просадка просаживается и ударяется от земли в тот момент авиагоризонт показывал что самолет находится над линией горизонта но земля была слишком близко вот в доказательстве того что несовершенство прибора может привести к катастрофе я специально сделал именно с этой целью показав вам эти материалы с того рокового полета прошло более 40 лет а споры о причине трагедии продолжаются до сих пор возможно судьбе было угодно чтобы в памяти всего человечества Гагарин навсегда остался молодым любопытную историю мне когда-то рассказал легендарный космонавт Герман Титов уже после похорон Гагарина он имел разговор с одной известной ясновидящей которая сказала ему никому не верь Гагарин жил ты его увидишь и сказала где и когда они могут встретиться в назначенное время не верящий ни в бога ни в черта Герман Титов в парадной форме при всех орденах пришел на Красную площадь он ждал 3 часа нервно выхаживая у вечного огня но к нему так никто и не подошел что имело ввиду известное ясновидящее так и осталось загадкой